Глава 9. Становимся профи. Руководство по применению витаминных добавок. Загляните в любой магазин здорового питания, где есть отдел с витаминными добавками, и у вас голова пойдет кругом. И не только от их количества и разнообразия, но и от информации на упаковках. На самом деле разобраться в этом отделе может быть совсем непросто, но я вам помогу. Прежде чем перейти к советам по покупке добавок пробиотиков, позвольте мне поделиться с вами историей одного из моих пациентов. Кристофер попал ко мне на прием, когда ему было 13 лет. В 6 ему поставили диагноз синдром Туретта. Тогда у него впервые начался тик – спонтанное неконтролируемое подергивание, симптом неврологического заболевания, неизвестной этиологии. Хотя количество людей, больных синдромом Туретта, точно неизвестно, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в настоящее время в США у одного из 360 детей в возрасте от 6 до 17 лет диагностировано это заболевание. В совокупности это 138 тысяч детей. Синдром Туретта поражает представителей всех рас и этнических групп, но мальчики подвержены этому заболеванию в 3-5 раз чаще, чем девочки. Синдром Туретта у пациентов, как правило, сопровождается следующими состояниями. СДВГ в 63% случаев, депрессия в 25% случаев, расстройство аутического спектра в 35%, тревожность в 49%. Кроме того, значительному риску развития синдрома Туретта подвержены дети с аллергическими реакциями, а аллергия – это один из основных признаков дисбаланса микрофлоры кишечника и риска повышенной проницаемости кишечника. В 2011 году группа тайванских ученых провела национальное популяционное исследование методом случайной контроль пациентов с синдромом Туретта. Ученые подтвердили, что существует непосредственно взаимосвязь между этим расстройством и аллергическими реакциями. Например, у людей с аллергическим ринитом или полинозом, симптомы которого чихание, слезящиеся глаза, раздражение слизистых носа и горла, отмечался в два раза более высокий риск развития синдрома Туретта. Таким образом, несомненно, что во всем происходящем не обходится без участия иммунной системы. Вернемся к Кристоферу. По мере разговора с его матерью у меня в голове складывалась все более четкая картина. Матеря сказала, что тиковые подергивания случались у него, когда он ел определенную пищу, особенно продукты, подвергавшиеся технической переработке и продукты с красителями. Для начала мы несколько скорректировали рацион Кристофера, что должно было помочь, но состояние мальчика ухудшалось. Кристофер родился в срок, путем естественных родов, в течение первого года жизни был на грудном вскармливании, но в возрасте трех лет переболел воспалением легких, от которого его пришлось лечить агрессивными антибиотиками. В пять лет у него была стриптококковая инфекция горла, лечение которой тоже не обошлось без антибиотиков, в следующем году Кристофер вновь принимал антибиотики во время стоматологической операции. Очевидно, что все эти события стали настоящим испытанием для кишечной микрофлоры. На момент нашей встречи Кристофер учился в восьмом классе и не принимал лекарственных препаратов. Хотя, по словам матери, мальчик всегда хорошо учился, его успеваемость начала падать. Осмотр не выявил каких-либо патологий, за исключением частых и явных тиковых подергиваний в виде неконтролируемых движений шеи и головы. Сокращения мышц брюшного пресса у Кристофера были таковы, что искривляли его корпус. Кроме того, я заметил сокращение мимических лицевых мышц. В то время как у пациентов с синдромом Туретта часто наблюдалась вокализация, неконтролируемые звуки и повторяющиеся реплики, у Кристофера этой проблемы не было. Пролить свет на состояние Кристофера мне помог тот факт, что несколько лет назад мальчик переборел с трептококковой инфекцией. В медицинской литературе имеется множество подтверждений взаимосвязей между трептококковой инфекцией и развитием синдрома Туретта. Кроме того, у многих пациентов отмечается абсцессивно-конпульсивное расстройство. В профессиональной литературе это явление носит название педиатрические, аутоиммунные, психоневрологические расстройства, связанные со трептококковой инфекцией. Термин употребляется в отношении пациентов с указанными расстройствами, симптомы которых ухудшаются на фоне перенесенной трептококковой инфекции. Например, стрептококковое воспаление горла или скарлатины. Я не удивился, когда из результатов анализа крови Кристофера узнал, что у него повышен уровень антител к стрептококкам – 223 единицы при норме 80-150. Исследования синдрома Туретта сегодня преимущественно посвящены изучению роли этой конкретной бактерии. Информация к размышлению, уровень антител к стрептококкам также бывает повышенным у детей с СДВГ. Стрептококковая бактерия может находиться в организме человека в течение длительного времени без каких-либо отрицательных последствий при нормальном функционировании иммунной системы. Отсюда вопросы, что происходит с иммунной системой пациентов синдромом Туретта и из-за чего эта бактерия становится врагом. Кажется, у некоторых людей иммунная система дает сбой при реакции на этот микроорганизм. Согласно одной из предложенных учеными теорий, стрептококковая инфекция вызывает в организме ответ иммунной системы, в результате которого производятся антитела, атакующие не только сами эти бактерии, но и мозг человека, поскольку он не в состоянии отличить белки, входящие в состав клеточных стенок бактерий стрептокока, и белки мозга, отвечающие за движения и поведенческие реакции. Это дает основание отнести синдром Туретта к категории расстройств аутоиммунного спектра. Кроме того, его можно отнести к категории расстройств, в основе которых лежит воспалительный процесс. В исследованиях, изучающих эту взаимосвязь, особое внимание уделяется тому факту, что цитокины, молекулы, сигнализирующие о воспалении, активируют стрессовую реакцию организма, в результате чего повышается уровень кортизола. Кортизол повышает проницаемость кишечника, что становится негативным стимулом для иммунной системы и ведет к еще большему производству цитокинов. Это, в свою очередь, может влиять на мозг и вызывать симптомы синдрома Туретта. Более того, ученые отметили, что вероятность развития синдрома Туретта выше у людей, подверженных психосоциальному стрессу, то есть находящихся в обстоятельствах, когда производство кортизола в организме повышенное. Что касается Кристофера, я был уверен, что причина его состояния в дисфункции кишечника. Я обсудил с его матерью варианты лечения. С позиции традиционной медицины ему было бы показано применение потенциально опасных лекарственных препаратов, в том числе антидепрессантов и антибиотиков, в зависимости от индивидуальных симптомов и степени тяжести заболевания. Мать Кристофера определенно не хотела прибегать к этим средствам и была рада найти у меня поддержку. Я объяснил Кристоферу и его матери, что скорее всего болезни, которые мальчик перенес раньше, наложили серьезный отпечаток на здоровье и функции микрофлоры его кишечника. Мы подробно обсудили, какую роль в этом сыграли антибиотики и как это могло бы отразиться на иммунной системе мальчика. Мы вели разговор в контексте того, что синдром Туретта – это расстройство аутоиммунного характера, что подтверждают многие авторитетные исследования. Кристофер и его мать были в отчаянии. У мальчика появились проблемы в общении со сверстниками, которые начали его сторониться. Мать была буквально убита происходящим с ее сыном на пике подросткового возраста. Я рекомендовал подумать над тем, чтобы мальчик принимал пробиотики не перорально, а в форме раствора из шести капсул, введенного с помощью обычной медицинской клизмы. Надо признать, я был удивлен, что ни Кристофер, ни его мать не восприняли мои рекомендации в штыки. Наоборот, казалось, они сразу ее приняли и захотели как можно скорее начать лечение. Сразу после приема они зашли в местную аптеку за клизмой, а потом приступили к исполнению плана лечения. На следующее утро мать Кристофера позвонила мне в офис. Ее сообщение было настолько важным, что ассистент даже решил прервать мое общение с другим пациентом. Я сделал глубокий вдох и взял трубку. Мать Кристофера сообщила, что вчера они провели назначенную процедуру, и спустя несколько часов его тело стало более спокойным. Она сразу же поинтересовалась, когда можно провести следующую процедуру и нельзя ли повысить дозировку. Я ответил утвердительно, и они начали ежедневно ставить Кристоферу клизму, содержащую 1200 миллиардов единиц пробиотиков, синдром Туретта практически исчез. Я рассказала эту историю не для того, чтобы предложить лечение этого расстройства, так как каждый случай заболевания индивидуален. Скорее я хочу показать основополагающую роль кишечных бактерий и сложную взаимосвязь между загадочными болезнями головного мозга, в данном случае синдрома Туретта, и иммунной системой. Тот факт, что у Кристофера был повышен уровень антител к бактериям, которыми он был заражен относительно давно, и с которыми его иммунная система уже должна была успешно справиться, ясно указывал на нарушение функций иммунной системы, что также вызывало воспаление. Эти обстоятельства в совокупности с фактом лечения антибиотиками определили выбор способа терапии. Луи Пастер однажды сказал, «Случайные открытия делают подготовленные умы. Думаю, кто-то мог бы счесть выздоровления Кристофера делом счастливого случая, но только не я. Я рад, что мой ум был подготовлен, и это помогло мне вернуть здоровье пациенту». Мне часто встречаются люди, которые говорят, что эти идеи не лезут ни в какие рамки, но я стараюсь относиться к этому позитивно. Я объясняю, что истинная цель заключается не в том, чтобы думать и действовать вне рамок, а в том, чтобы расширить горизонты, чтобы эти идеи стали общепринятыми и, возможно, помогли бы тем пациентам, которые уже безрезультатно исчерпали весь арсенал средств традиционной медицины. Пробиотики. Пять основных видов. Количество доступных сегодня пробиотиков поражает. Этой области еще не существовало, когда я учился на медицинском факультете, как и в первые несколько десятилетий моей профессиональной практики. Сегодня постоянно растет количество разных комбинаций пробиотиков, доступных в магазинах здорового питания и добавляемых в состав разных продуктов. Существует тысячи разных видов бактерий, входящих в состав микрофлоры кишечника. Тем не менее, ученые определили и теперь активно изучают основные виды бактерий, как у животных, так и у человека. Я остановлюсь на этой основной группе. Для максимального облегчения задачи поиска и покупки правильных пробиотиков, я упрощу информацию до описания всего пяти основных видов пробиотиков, которые широко доступны. Эти виды могут принести наибольшую пользу для поддержания здоровья мозга благодаря следующим своим свойствам. Они укрепляют оболочку кишечника и снижают проницаемость кишечника, снижают уровень липополисахаридов, воспалительных молекул, которые могут быть очень опасны при попадании в ток крови, повышают уровень гормона роста клеток мозга, поддерживают общий баланс микрофлоры кишечника, не позволяя чрезмерно размножаться потенциально патогенным видом бактерий. Сегодня ведутся споры, сохраняют ли определенные микроорганизмы свою жизнедеятельность при пероральном приеме. Я уверен, что прием пробиотиков перорально способен вызвать положительные изменения в микрофлоре кишечника. Учитывая сказано, нужно отметить, что для значительного изменения состава микрофлоры кишечника и укрепления кишечного барьера я эффективно использовал различные комбинации этих основных групп полезных бактерий, но вводил их непосредственно в кишечник с помощью клизмы. Прежде чем прибегать к этому методу, необходимо обязательно проконсультироваться с лечащим врачом. Но это один из наиболее эффективных способов лечения, который я могу назвать за свою более чем 30-летнюю профессиональную практику в области лечения болезней головного мозга. Ниже вы найдете описание пошагового протокола лечения с помощью пробиотической клизмы. Область науки, связанная с пробиотиками, станет переживать значительное развитие. Я убежден, что со временем будут обнаружены новые виды бактерий, которые докажут свою пользу для организма человека и в разных сочетаниях появятся на прилавках. Не стоит бояться экспериментировать с разными сочетаниями пробиотиков, но все же начать лучше с тех 5 видов бактерий, которые я назову, потому что я действительно уверен, и это подтверждается в современной научной литературе, что они наиболее важны. Обратите внимание, при употреблении пробиотиков важно принимать достаточное количество пребиотиков, чтобы поддержать рост и развитие полезных бактерий в кишечнике. Суточная доза пребиотиков должна составлять 12 граммов за 2 приема продуктов, их содержащих. Изучив план питания, который я рекомендую, вы узнаете, что это можно сделать без особых усилий. Сегодня доступны пребиотические добавки с растительными волокнами и даже есть пре- и пробиотические комбинации продуктов. Важно принимать пробиотики с фильтрованной водой, иначе вы не добьетесь цели. Химические элементы, такие как хлор, которые в большинстве случаев добавляют водопроводную воду для уничтожения болезнетворных бактерий, также убивают и полезные пробиотические бактерии. Для покупки пробиотиков лучшего качества отправляйтесь в магазин с хорошей репутацией и поговорите с консультантом отдела органических добавок, который лучше всего ориентируется в предлагаемом ассортименте продукции и может высказать непредвзятое мнение. Цены на пробиотики также могут быть самыми разными. Консультант поможет вам сориентироваться во всем многообразии предлагаемой продукции, поскольку некоторые пробиотики могут продаваться под разными названиями. Большинство продуктов содержит сразу несколько видов бактерий, и я обычно рекомендую пациентам выбирать добавки с маркировкой гипоаллергена или с содержанием, по крайней мере, тех видов бактерий, которые будут перечислены ниже. Лактобактерия Плантарум – это одни из самых полезных бактерий в организме. Ими богаты такие продукты, как кимчхи, квашеная капуста и другие культивированные овощи. Эти бактерии способны в течение длительного времени выживать в желудочно-кишечном тракте. Они выполняют многие функции, помогающие регулировать иммунную систему и контролировать воспаление в кишечнике. Благодаря своему воздействию на патогенные микроорганизмы, эти бактерии помогают предотвращать болезни и поддерживать здоровый баланс бактериальных флорокишечника, сдерживая чрезмерный рост вредных бактерий. Эти бактерии помогают укрепить стенку кишечника и останавливают потенциальных захватчиков, стремящихся нарушить целостность кишечной оболочки и проникнуть в ток крови. Фактически благоприятные воздействия плантарум на оболочку кишечника вложена одной из наиболее важных функций этой бактерии, поскольку она снижает проницаемость оболочки кишечника, уменьшая таким образом связанные с этим риски, в том числе повышенный риск развития практически всех болезней мозга. Кроме того, бактерии видоплантарум способны быстро переваривать белок, и это оказывает огромное влияние на предотвращение аллергических реакций на пищевые продукты и даже на лечение аллергических состояний при их возникновении. В ходе исследований на животных выяснилось, что эти бактерии защищают грызунов, которым их ввели от клинических симптомов рассеянного склероза и даже снижают воспалительный ответ, характерный для этого состояния. Наконец, бактерии видоплантарум обладают необъяснимой пока способностью поглощать и поддерживать уровень важных питательных элементов, таких как необходимые для мозга омега-3 жирные кислоты, витамины и антиоксиданты. Все эти функции делают бактерии видоплантарум незаменимыми в борьбе с инфекциями, регулирование воспаления и контроля над патогенными бактериями. Лактобактерии ацидофильные Без бактерий вида ацидофильные не было бы ни одного ферментированного молочного продукта, включая йогурт. Эти бактерии помогают иммунной системе, поддерживая баланс полезных и вредных бактерий. В женских организме они сдерживают рост дружеподобных грибков кандида, вызывающих кандидоз. Полезные свойства бактерии также заключаются в их способности поддерживать уровень холестерина. В тонкой кишке бактерии ацидофильные производят много полезных веществ, подавляющих действия патогенных микроорганизмов. В числе этих веществ ацидофилин, ацидолин, бактериацин и лактоцидин. Кроме того, эти бактерии производят лактазу, вещество необходимое для переваривания молока и витамина К, обеспечивающие здоровый процесс коагуляции крови. Лактобактерии Бревис Пульса квашеной капусты и солёных огурцов во многом определяется свойствами бактерий этого вида, которые повышают иммунные функции организма за счёт повышения клеточного иммунитета и даже способствуют увеличению активности Т-лимфоцитов, которые ещё называются Т-киллеры. Эти бактерии настолько эффективно справляются с вагинозом, распространённым бактериальным инфекционным заболеванием, поражающим влагалище, что внесены в список лекарственных препаратов, рекомендованных для его лечения. Бактерии Бревис также подавляют действия некоторых патогенных кишечных бактерий. И, наконец, самое главное, доказано, что эти бактерии повышают уровень белка, роста нейронов мозга. Бифидобактерии лактис Бактерии этого вида содержатся в ферментированных молочных продуктах, например, в йогурте. Доказано, что они оказывают эффективное профилактическое действие при заболеваниях пищеварительного тракта и увеличении воспаления. Согласно результатам исследования, опубликованным в 2009 году, у здоровых людей, которые ежедневно в течение двух недель употребляли продукты, содержащие бактерии этого вида, здоровье пищеварительного тракта было лучше, чем у контрольной группы, участники которой придерживали своего обычного рациона питания. Кроме того, бактерии этого вида эффективно помогают справляться с патогенными микроорганизмами, попадающими в пищеварительный тракт человека с пищей и вызывающими диарею, например, сармонеллой. Важное свойство бактерий этого вида способность поднимать иммунитет. В 2012 году были опубликованы результаты одного из проведенных исследований, в ходе которого участников разделили на три группы, и в течение шести недель каждая группа принимала соответственно добавку с пробиотиками, содержащую бактерии бифидобактерии лактис, другой пробиотик или плацебо. Через две недели им сделали прививку от гриппа и через шесть недель измерили уровень антител. У участников из двух групп принимающих пробиотики уровень антител в крови был гораздо выше, чем у тех, кто принимал плацебо. Это доказывает, что употребление пробиотиков повышает иммунные функции организма. Это открытие получило подтверждение в ходе дальнейших исследований. Бифидобактериум лонгум это один из 32 видов относящихся роду бифидобактерий и это одна из первых бактерий, которые колонизируют организм человека при рождении. Считается, что эти бактерии повышают чувствительность к лактозе и предотвращают возникновение диареи, пищевой аллергии и развитие патогенных бактерий. Эти бактерии также обладают антиоксидантными свойствами и способностью поглощать свободные радикалы. В организме лабораторных мышей бактерии лонгум снижали уровень тревожности. Как и лактобактерии ацедофильные, бактерии вида бифидобактериум лонгум способствуют поддержанию здорового уровня холестерина. При исследованиях на животных было доказано, что бактерии лонгум повышают уровень производства белка, так же, как это делают бактерии вида лактобактерии Бревис. Согласно результатам некоторых исследований, бактерии вида лонгум снижают риск развития рака, подавляя рост канцерогенных клеток кишечники. Это объясняется тем, что рост раковых клеток наиболее активно происходит в кишечнике с повышенным уровнем ПАЖ, а бактерии вида бифидобактерии лонгум способны эффективно снижать уровень ПАЖ кишечники, что замедляет рост раковых клеток. Попробуйте клизму с пробиотиками, но после консультации с лечащим врачом. Этот способ лечения подходит не всем, но даже сложно сказать, для скольких пациентов эта простая процедура, проведенная в домашних условиях оказалась полезной. Это лучший способ доставить бактерии пробиотики непосредственно в кишечник. Клизма один из наиболее старых методов лечения на планете, которым пользовались еще древние египтяне и майя. Принцип ее действия заключается в промывании толстого кишечника за счет ректального введения определенного объема жидкости. Клизма применяется для проведения лечения в толстом кишечнике. Прежде чем прибегнуть к этому методу, нужно в обязательном порядке проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы не нанести вред организму. Если согласие лечащего врача получено, для процедуры вам понадобится резиновая клизма 3-6 капсул пробиотиков или 1-8 чайной ложки пробиотика в форме порошка. Пробиотик должен включать бифидобактерии, поскольку бактерии этого вида доминируют в микрофлоре толстого кишечника, в то время как ацидофильные бактерии преобладают в микрофлоре тонкого кишечника. Фильтрованная вода без хлора. Лубриканты дополнительно возможность уединиться. Клизму Клизму лучше делать с утра после того, как у вас был стул. Возьмите большую чашку теплофильтрованной воды объемом примерно 350 мл. Высыпьте в воду содержимое пробиотических капсул и размешайте до полного растворения. Наполните клизму получившимся раствором и закройте с помощью фиксатора, который идет в наборе, ляхте на любой бок, предварительно подстелив полотенце. Введите носик клизмы в задний проход, при необходимости используйте лубриканты. Держите основную часть клизмы выше носика и освободите фиксатор, чтобы жидкость из клизмы попала в кишечник. Попробуйте по возможности делать клизму в течение 30 минут. Частота проведения этой медицинской процедуры зависит от индивидуального состояния пациента. Тем, например, кто проходит лечение антибиотиками, я рекомендую пробиотическую клизму 3 раза в неделю на протяжении 4-6 недель, а затем вновь провожу анализ состава микрофлоры кишечника. Для каждого пациента следует составить индивидуальный план лечения, поэтому следует обратиться к лечащему врачу. Помогите, я принимаю антибиотики. В определенный момент, любому из нас для лечения инфекционных заболеваний может потребоваться прием антибиотиков. При этом нужно в точности следовать рекомендациям лечащего врача, то есть не переставать принимать лекарства, если вы почувствовали себя лучше, поскольку это может привести к развитию новых штампов бактерий, в результате чего ситуация только ухудшится. Продолжайте принимать пробиотики между приемами антибиотиков. Например, если вам назначили прием антибиотиков дважды в день, принимайте их утром и вечером, а днем не забывайте о пробиотиках. В состав пробиотиков обязательно должны входить такие бактерии, как лактобактерии Бревис. Многие штаммы бактерий этого вида устойчивы к антибиотикам, так что они могут быть полезны для поддержания здорового баланса микрофлоры кишечника при приеме назначенных антибиотиков. Кажется, сегодня даже незначительные бактериальные инфекции предпочитают лечить с помощью антибиотиков широкого спектра действия. В этом случае я рекомендую вам обсудить со своим лечащим врачом возможность определить, какой именно штамм бактерий вызвал заболевание и использовать конкретный антибиотик против этого патогена. Что можно рекомендовать ребенку? Сегодня широко доступны специальные пробиотики для младенцев и малышей. Проконсультируйтесь с педиатром, какой тип пробиотиков он может рекомендовать вашему малышу, исходя из его индивидуальных потребностей. Эти препараты обычно производят в форме жидкости или порошка, который можно добавлять в грудное молоко или смесь для искусственного питания. Хотя требуется дальнейшее исследование на основании уже полученных результатов, можно утверждать, что употребление малышами пробиотиков помогает облегчить такие распространенные состояния, как колики, диарея, экзема, общие проблемы с пищеварительным трактом. Пока ребенок не научился употреблять твердую пищу, содержащую пробиотики, полезно иметь под рукой пробиотики в такой форме. Однако делать это можно только после консультации со специалистом. Дополнительно рекомендованные добавки. Помимо уже рекомендованных пробиотиков, я часто предлагаю своим пациентам ввести в рацион 5 добавок, каждый из которых способствует поддержанию здорового баланса микрофлоры кишечника. Фактически польза этих элементов заключается в их действии в совокупности с кишечными бактериями. Докоза гексоеновая кислота ДГК настоящая королева среди витаминных добавок. Ее действия по защите головного мозга изучено лучше всего. Это незаменимая полиненасыщенная жирная кислота класса омега-3, которая составляет до 90% омега-3 жирных кислот в мозге. ДГК составляет 50% массы мембраны нейронной клетки, кроме того, это основной компонент сердечной ткани. Самый богатый источник ДГК в природе грудное молоко. Это объясняет, почему грудное вскармливание считается настолько важным фактором неврологического здоровья. Сегодня ДГК добавляют в состав смеси для искусственного вскармливания, а также в сотни других продуктов питания. Рекомендуемая соточная доза 1000 мг. Можно употреблять ДГК в комплексе сайкоза пентоеновой кислотой ЭПК. Не имеет значения, была ли она получена из рыбьего жира или водорослей. Куркума относится к травянистым растениям семейства имбирных. Порошок высушенных корней используется как пряность и придает характерный желтый цвет кари смеси пряности на основе корня куркумы. Куркума давно известна своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. И сегодня это растение активно изучается с целью применения в неврологии для лечения заболеваний. Согласно результатам последних исследований, куркума стимулирует рост новых нейронов мозга. На некоторых людей она способна оказывать действие, аналогичное действие антидепрессантов. На протяжении тысячелетий куркума применяется в китайской и индейской медицине в качестве природного средства от разных болезней. Куркумин наиболее активный элемент куркумы стимулирует экспрессию генов, отвечающих за производство целого ряда антиоксидантов, которые защищают митохондрии. Кроме того, этот элемент улучшает метаболизм глюкозы, что благоприятно сказывается на поддержание здорового баланса микрофлоры кишечника. Если блюдо с карри вы употребляете нечасто, я рекомендую дважды в неделю принимать эту добавку в дозировке 500 мг. Кокосовое масло это супертопливо для мозга, также снижает воспалительный процесс. В профессиональной литературе отмечается, что благодаря этому свойству кокосовое масло способствует профилактике и лечению нейродегенеративных заболеваний. Употребляйте 1-2 чайные ложки в чистом виде или добавляйте при приготовлении пищи. Кокосовое масло устойчиво к воздействию высокой температуры, так что при приготовлении пищи с использованием высокой температуры можно употреблять его вместо другого. Альфа-липоевая кислота Эта жирная кислота входит в состав каждой клетки, где она необходима для производства энергии для нормального функционирования организма. Молекулы альфа-липоевой кислоты способны проникать в мозг через гематоэнцефалистический барьер и действовать как мощные антиоксиданты. В настоящее время ученые изучают действия альфа-липоевой кислоты как потенциальное средство для лечения инсультов и других заболеваний мозга, связанных с уредом от свободных радикалов, например, такого заболевания как деменция. Хотя эта жирная кислота может производиться организмом в достаточном количестве, часто из-за современного образа жизни неправильного рациона питания требуется принимать ее в форме добавки. Рекомендуемая суточная доза составляет 300 мг. Витамин Д фактически это гормон, а не витамин. Он синтезируется под действием ультрафиолетовых лучей в коже. Хотя многие считают, что этот элемент важен настолько для здоровья костей и поддержания уровня кальция в организме, витамин Д оказывает гораздо более широкое действие на организм и в частности на головной мозг. Известно, что рецепторы витамина Д расположены во всей нервной системе. Кроме того, доказано, что витамин Д помогает регулировать ферменты в мозге и цереброспинальной жидкости, которые участвуют в производстве нейромедиаторов и стимулируют рост нервных клеток. Исследования как на животных, так и с участием людей подтвердили, что витамин Д защищает нейроны от негативного эффекта свободных радикалов и снижает воспаление. А теперь самый важный факт. Все эти функции витамин Д выполняет за счет регулирования кишечных бактерий. Только в 2010 году стало известно, что кишечные бактерии взаимодействуют с рецепторами витамина Д, контролируя их активность и увеличивая или уменьшая их действия. Я настоятельно рекомендовал бы вам проконсультироваться со специалистом, чтобы выяснить уровень витамина Д в своем организме и определить его оптимальный показатель. Для каждого он индивидуален. Взрослым я обычно рекомендую начинать с уточной дозировки 5000 международных единиц витамина Д3. Для некоторых пациентов дозировка может быть выше, для некоторых ниже. Важно под наблюдением врача отслеживать уровень витамина Д в организме, пока вы не определите показатель, который для вас будет в верхней части нормального спектра по результатам анализа крови. Хочется верить, что когда-нибудь мы будем точно знать, какие пробиотики и добавки нужно принимать для лечения конкретных заболеваний. В 2014 году на одной из профессиональных конференций я слушал выступление доктора Бауфора Сартра, выдающегося профессора медицины, микробиологии и иммунологии, директора многопрофильного центра лечения при университете Северной Каролины. Он предложил участникам конференции представить время, когда пациентам с хроническими воспалительными состояниями станут предлагать для лечения искусственно созданные бактерии. Эти пробиотики заданным образом флоры кишечника в зависимости от конкретного заболевания пациента. Представьте, что тогда лекарства от такого заболевания, как, например, ожирение, язвенный колит и депрессия, можно будет найти на полках ближайшего магазина здорового питания. Я с нетерпением жду этого дня. депрессия.